Спектакль «Интервенция», спектакль «Откровение». Авторская постановка Максима Лобанова с названием «Дарённое Богом» это совершенно честный автобиографичный рассказ о том, как он был захвачен в плен героином, сколько бед и страданий ему пришлось пережить и как этот обычный кемеровский парень смог справиться с зависимостью. Это был наркотик, очередная доза, которого ждала меня в холодильнике. Я понимал, что могу передозироваться, но сильнейшая тяга и непреодолимое влечение сделали меня бессильным, и я переступил своим синкциям о сохранении. Спектакль начинается с рассказа о том, что сейчас есть у Максима. Жена, маленькая дочка, любимая работа и вся полнота жизни никак не могут сравниться с тем секундным удовольствием, что дают наркотики. За годы болезни этот молодой человек успел попробовать почти все запрещенные препараты, но главной своей победой он сам считает полное избавление от героиновой зависимости. Максим говорит, что именно театр помог ему в этом. Для меня, как для зависимого человека, очень важно научиться свою энергетику, энергию внутреннюю, найти ее применение, направить ее в нужное созидательное русло. Раньше этой энергии я не знал, куда ее направить. Естественно, она шла на разрушение, на саморазрушение. Употребление веществ, другие какие-то зависимые модели поведения, которые приводили меня к боли, к обидам, к разочарованиям, к потерям. Сейчас это дает мне возможность реализовываться. Театр-студия «Фламинго» – лауреат и дипломант многих театральных фестивалей, в том числе и международных. В Кемеровском реабилитационном центре с пациентами занимается Людмила Иванова. По ее словам, такого рода реабилитация очень эффективна. И только на ее памяти десятки исцелившихся молодых людей. Однажды на репетиции, когда Максиму было очень трудно, он тогда еще проходил реабилитацию, я дала ему петь песню одну, он никак не мог с ней справиться. И мы достаточно долго работали, и как только он смог в этой песне, как ни странно, через песню, через эмоцию, через голос почувствовать, что он есть, что он может, и что он может быть другим. Вот вы знаете, что-то щелкнуло внутри, и стало меняться. И сейчас это абсолютно другой человек. Молодые зрители смотрели спектакль очень вдумчиво, а выбранная публика не случайно. Ведь именно в таком возрасте человек более всего поддается влиянию. Так что Максим и вся творческая команда театра-студии «Фламинго» очень надеются, что их творчество сыграет свою нужную роль в жизни каждого зрителя. Марина Непомничих, Александр Хомаганов, Первая альтернативная.